Всем здравствуйте! С вами снова Ирина и вы на канале Деревенские Посиделки. Сегодня вашему вниманию предлагаю обзор цен и товаров гипермаркета Ашан. Вот мы сегодня ездили, закупались, как мы ездим, раз в две недели. Ну тут заодно еще, конечно же, и на Новый год кое-какие товары и продукты купили. И вот начинаю наш обзор. Значит, как обычно, мы взяли фарш индюшины. Так, цена фарша, сейчас сразу покажу. Вот, за две упаковочки, значит, одна упаковка 215 и за две упаковочки 431. Вот так вот он выглядит. Фирма Индолина. Это Ростов-на-Дону. Я в каждом видео про этот фарш вам говорю, что очень хорошее качество мяса нам нравится. Мы постоянно его берем. Значит, мы взяли две упаковочки, вот. Потому что тут праздники предстоят. У детей сейчас у одного каникулу, у другого карантин. У нас все школы закрылись из-за гриппа в городе. Вот, дальше что мы еще купили. Мы купили вот апельсины. Мы сок из них делаем. Апельсины очень дешевые. Всего лишь по 40 рублей килограмм. Вот в этой упаковочке 3 килограмма. Еще одна упаковочка 2 килограмма. Там на еду вторая. Значит, сегодня будем делать апельсиновый сок с добавлением морковки. Очень мы его любим свежевыжатый. Дальше купили вот такую шоколадочку. Это шоколад особый. Стоит он 69 рублей 69 копеек. Фабрика имени Крупска. Я уже про него рассказывала. Очень вкусный. Крыло индейки. Мы из него первое блюдо готовим. Так, крыло индейки стоит у нас 120 рублей. Вот крыло индейки. 120 рублей. Вот эта упаковочка стоит. Вот тоже мы любим очень вкусный супчик получается. Шкурку я снимаю. И там и косточка, и мяса много достаточно. Крылья у индюшек такие крупные. Дальше мы купили вот такие макарончики. Мы их любим тоже очень. Макароны на каждый день. Как спагетти, только они толстенькие и внутри с дырочкой. Так, такая упаковочка макарон сейчас стоит. Так, сейчас, сейчас посмотрю. Макароны, вот они. Так, макароны. 14 рублей 34 копейки. Вот если в прошлом обзоре я говорила, что скачки цен в Ашане очень дорожали. Там некоторые продукты. То сейчас цены приятно удивили. На многие продукты скидка. Вот очень дешевые апельсины. Также вот по хозяйствам нужно, вот мы купили спички, пакетики вот для мусора. 23 рубля всего упаковка там недорогая. Вот купили крабовые палочки на салаты на Новый год. Так, крабовые палочки. Сейчас я посмотрю, сколько они стоят. Вот, крабовые палочки. 40 рублей упаковочка. Вот, и 2 упаковочки, 80 рублей мы взяли. Так, соль купили. Вот у меня соль заканчивалась. Первый сорт. 20 рублей такая упаковка. Килограммовая. Вот очень любимый вот такой хлебушек. Называется Лидер. Он с сухофруктами. Туда, значит, входит курага, орехи, мукаржаная, виноград сушеный, значит, грецкий и фундук. Очень хороший хлеб нам нравится. Вот уже взяли 2 таких вот, 2 таких каравайчика, черный он хлеб. Так, сейчас я скажу, сколько он стоит. 30 с чем-то рублей. 35, по-моему. Да, вот хлеб, сухофрукты и орех. Хлеб, сухофрукты 35 рублей 67 копеек. Вот 2 мы взяли, каравай таких. Значит, очень дешевый сахар. К сожалению, он пока еще в багажнике, в машине. Мы же держим пчел, кто первый раз нас смотрит. По 39 рублей сахара мы 10 килограммов взяли. Потому что зимой пчелки едят сахар, поскольку нет растений. Вот, и на тот год муж собирается пасеку расширять, поэтому мы сахара закупаем. Потому что кормить зимой их приходится сахаром. Вот такую кукурузу купили. Тоже 2 баночки. Стоит она 74 рубля. И вот хочу вам показать экзотический фрукт. Решили мы, называется личи, решили попробовать личи. Сейчас я вам покажу крупно, как он выглядит. 150 рублей стоит. Мы ни разу такой не ели. Вот, производится он, растет на Манагаскаре. Написано, что внутри мякоть очень сочная. Ну вот сейчас посмотрим, что это реально. Это фрукт такой. Вот он таким образом выглядит. Вот такая вот ягодка шершавая. На ощупь она жесткая. Вот, но внутри, там, по крайней мере, на плакате, на информационном, показано, что мякоть довольно-таки сочная. Вот. Хочется попробовать. Ну, купили на пробу. Совсем немножечко 500 граммов взяли попробовать. Вот якобы внутри, как персик она мякоть такая, что-то белая. Вот шкурочка вот эта жестко снимается. И внутренность съедается. Вот такой экзотический фрукт. Решили себя побаловать. Также удивила нас масло. Цена на него. 59 рублей литр. Вот, взяли мы несколько бутылочек. Тоже купили. Потому что у нас расход большой. Готовим мы постоянно дома, в основном. Также купили наш любимый чай. На ночь мы его пьем травяной. Вот показываю состав. Он с хмелем, с валерьяном, с мятой. Очень хороший, успокаивающий чай. На ночь завариваем себе перед сном. Это производство Белоруссии и Минска. Эти чаи мы берем. Я уже свой обзор делала на все эти чаи. У меня на канале можете посмотреть. Вот такой еще купили чаек. Чайный напиток с ягодами. Сейчас вам покажу состав. Так, состав. Каркады, яблоко, сушеная цедра, апельсина. Плоды шиповника, черная смородина. Ароматизаторы яблоко и черная смородина, правда, входят. Ну, я уже брала этот чай. В принципе, ароматизаторов там практически не чувствуется. В основном реально яблоки, сушеная цедра, апельсина. Реальный состав, тот, который написан на упаковке. В принципе, неплохой такой напиток для разнообразия. Его можно добавлять даже с обычным чаем, смешивать. Получается очень ароматный и вкусный чай. Вот такой, значит, чай стоит, сейчас скажу, чай с ягодами. Называется он. 51 рубля упаковочка. Вот такая вот. Значит, белорусский этот чай. 7 трав. Сейчас скажу цену. 7 трав. 53 рубля одна упаковочка. Мы две купили. Так, вот такой обзор. На товары порадовала шанс. Цены снизились на многие вещи у них перед праздниками. Молодцы. Так держать. Всем приятных покупок. Продолжение следует... Продолжение следует...